Так, значит, браво с силой воли в первую очередь. Геннадий, потеря массы была большей частью за счёт мышечной ткани или жировой. И в каком соотношении? Это вопрос по голоданию. Здесь действительно, понимаете, человек, который проходит через большие сроки голодания, да хотя бы через трёхдневное, потому что в первые три дня особенно хочется есть. Ой, хочется есть. А вы себя отдёргиваете, отдёргиваете. И понимаете, что ещё? Сила воли. Вот в нас есть различные потребности. Потребности есть, потребности пить, потребности ещё чего-то, ещё чего-то. И они все имеют свою силу, и в вас выражаются. А вы своей силой воли ставите их всех на место. Почему вот я, как бы сказать, есть такое понятие, как пост? Некоторые говорят, пост это постная пища. Ничего подобного. Пост это французское слово, которое имеет двоякое значение. Вы занимаете высокий пост. Во время голодания вы сами себя возвышаете. Вы сами себя возвышили. Всё, понимаете? И всю мелочь это он, значит, контролируете. И второе, стоять на посту. То есть что-то пропускать, а что-то нет. Так вот, вы стоите на посту, и все вот эти вот гадкие мысли, мерзкие, которые вас толкают там на, будем говорить, на нездоровье, на обжорство, на лень, вы всё это отметаете. И тогда вот тогда, понимаете, вот действительно сила воли. Правильно сказал? Браво! Сила воли в первую очередь. Вы встали и держатся. Это Александр Купетов такой вот задал. Значит, потери массы большей частью было за счёт мышц или за счёт жира. Я разочарую вас, те, которые думают, вот с помощью голодания сбросить жировую массу. Жировая масса, оказывается, уходит в последнюю очередь. В первую очередь, даже вы сейчас можете на меня посмотреть, в первую очередь, вы ещё тут у вас ничего у вас не произошло, а уже голова, фу ты голова, а уже глаза ввалились. А лицо вот такое, глаза туда ввалились, да? То есть, все ваши, так сказать, волевые усилия на голоде, в первую очередь, отражаются на лице. А потом только начинаются на теле. Сначала, в первую очередь, да, уходят мышцы. Особенно там ног где-то, рук, потихонечку там туловище. То есть, они, как бы сказать, быстро уходят в первое время. Как бы организм желает на голоде устояться, зацепиться в какой-то такой массе, в которой он дольше всего протянет. Поэтому он туда только раз, быстрее всего, хоп, сходит. А потом только начинается жировая ткань, потихонечку тает. Вот этой жировой ткани, уууу, хватит надолго. Да. И, кстати, жировая ткань уходит быстрее всего изнутри. То есть, внутренняя жировая ткань. То, что у нас имеется в полости живота, так сказать, висцеральная эта ткань. Вот она-то быстрее, только раз, чувствуете, ага, живот впал, такая впадина. А потом уже внешний жир, он не особо будет уходить. Но зато, как только вы начинаете выходить, и если вы начинаете выходить на овощах больше, на соках, понимаете, то вот тогда жировая ткань и начинает уходить. И вот если вы продержитесь месяц, полтора, два, выходя и дальше продолжая на овощах, вы посмотрите, как вот эти вот с бока, все вот этот жир, он у вас уйдет. Но для этого половина вашего рациона должно быть растительным, свежерастительным. Запомните, свежерастительный рацион лучше всего, в таком случае голодание, применять летом, весной, летом, во время постов. Если будете зимой и выходить на листовых овощах, ну вот как сейчас, допустим, вы дополнительно еще замерзнете и можете получить неприятные вещи. У женщин с потерей массы тела прекращаются работать их, значит, вот женские дела. Это надо знать. Значит, значит, где-то до 20 дней, если с 40-дневного голодания брать, уходила в основном мышечная масса, после 20 дней начала уходить жировая масса. И особенно она хорошо пошла на выходе из волны. Поэтому не думайте, что жир у вас будет уходить вперед. Нет, для жира надо создать совсем иные условия. Так.